МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Сегодня у нас в гостях Евгений Святославович Тугаринов. Дирижер, регент церковных хоров, музыкальный писатель, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич». Здравствуйте, Евгений Святославович! Здравствуйте, красавица! Очень рады видеть вас в нашей студии, тем более, что вы занимаетесь хоровым пением, а это мне очень близко и интересно. Я очень рад, что наконец мы с вами так серьезно сошлись, для того, чтобы поговорить на очень важные темы. И надеемся, что будем видеть в нашей студии вас неоднократно. О, я с радостью. По этой причине мы задумали поговорить с вами на разные темы, которые сейчас интересуют очень многих людей. Хотя некоторые говорят, ну, пение, ну, хоровое пение – такая скучная тема. Однако тысячелетие развития истории русского духовного пения – это что-то да значит. Это очень весомый, интересный фундамент и багаж нашей цивилизации русской. Давайте немножко о вас. Вот ваша фамилия Тугаринов, она такая историческая, она уникальная, она привлекает какие-то, чувствуется какая-то мифология, былинность в ней. Так это или не так? И вообще расскажите немножко о вашей семье, потому что ваша семья была… Вы потомственный хорист, скажем так, или хорместер. Вот расскажите об этом немножко. Ну, во-первых, я родился в семье музыкантов. Мой отец около 20 лет был певцом краснознаменного, дважды краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова. Да, который был, так сказать, в большом почете. Это был эталон советского хорового искусства, один из них. Мама тоже училась пению. Мой старший брат Юрий, он скончался почти 10 лет назад, он стал композитором и дирижером, и композитором, и очень известным композитором в России. Больше всего мой брат писал музыку для детей, хоровую и песню просто. Достаточно известный он, действительно. Ну, вот рождение в такой семье музыкальной предопределило в каком-то смысле и мое будущее. Я пошел учиться в музыкальное училище на хоровое отделение, потом в консерваторию на хоровое отделение, потом служил в армии, в ансамбле, то есть пел в хоре, потом учился в аспирантуре. У выдающегося профессора, доктора искусствоведения Владимира Васильевича Протопопова. Под его руководством я написал диссертацию кандидатскую, и эта диссертация была посвящена Василию Сергеевичу Орлову. Это знаменитый регент синодального хора. Того самого первого синодального хора. И это человек, который обозначил как бы основные пути развития и дирижерской школы, и регентской школы, и композиторской школы, и певческой школы. Это человек, которому надо было бы поставить в Москве памятник. Где? Ну, можно найти такие места. Но этот человек – это золотой фонд России. Ну, вы знаете, весь зал знаменитый синодального хора, ныне Рахманиновский зал Московской консерватории. А еще он был соединен переходом, как выяснилось, с домом, в котором жили регенты, преподаватели синодального училища. Вы совершенно правы. Сейчас там непонятно, что происходит. Это Большой Кисловский переулок и еще одна улица, которая идет вдоль, так сказать, консерватории. Это Большая Никитская. Большая Никитская, да, совершенно верно. Где-то там, понятно, что там стоит Чайковский, но где-то рядышком найти местечко, поставить хотя бы Бьюст Орлу, это было бы просто замечательно. Ну, я сейчас сразу вспоминаю 1978 год, когда из этого помещения выехал юридический факультет Московского университета. И на место университета въехал, ну, отчасти хоровой факультет. И наши репетиции хора проходили в этом помещении. Ну, так случилось, что меня назначили инспектором хора. И вот я несколько раз заходил по этому переходу, о котором вы сказали. Я оказался в квартире Василия Сергеевича Орлова. Ой, надо же. В квартире Александра Дмитриевича Костальского. Надо же. Это было все, как бы, начало разорения этих квартир. Это 1978 год. Я был студентом. Да, да, да. Потом, да, я вот бывал в этой квартире, когда начал заниматься, спустя там 10 лет, начал заниматься этой темой, вот в качестве диссертации. Я встречался с внучкой Орлова. И когда я ее попросил, ну, расскажите мне что-нибудь о своем деде. Вы же помните. Нет, я говорю, она умерла до его смерти. Она говорит, вы знаете, я смотрю на вас, вы знаете о моем деде гораздо больше, чем знаю о нем я. Но это на самом деле, да, ну, так оно бывает. Этот зал, этот зал, в котором бывали великие люди, во-первых, бывали русские принцы, этот зал построен, если я не ошибаюсь, в 1891 году. И он был построен специально для синодального хора. И если посмотреть там до сих пор, слава богу, их не заделали, вдоль стен расположены такие отверстия, которые называются голосники. Такие голосники можно встретить в храмах, в театрах, в концертных залах. То есть этот зал, будучи построен, потом настраивался под звучание 90-голосового хора. Хора синодального. Но в основном, конечно, этот зал был построен для синодального училища. Но Орлов, так сказать, не только был регентом, он передал потом все свои знания Смоленскому и Костальскому, как вы сказали, многим другим. Не совсем так. Которые руководили еще и резистинодальным училищем, которое готовило кадры. Не совсем так. Орлов пришел туда первый. Вот если иметь эту троицу, Смоленский, Костальский, Орлов. Орлов пришел в 1886 году и пришел туда благодаря рекомендации Петра Ильича Чайковского. Чайковский был учителем Орлова по гармонии в Московской консерватории. Да, да, да. Костальский пришел туда в 1887 году и стал помощником Орлова, и стал аккомпаниатором хора, если это было нужно. А Смоленский пришел в 1889 году. И вот эти три человека как бы создатели, генераторы вот этой славы русского хорового пения, церковного пения, которым был синодальный хор. Нет, я просто имел в виду зал, потому что для них была важна подготовка кадров будущего поколения. Поэтому синодальное училище, это назывался зал синодального училища, а не синодального хора. Вот что интересно официально. Да, да. Но кадры готовили в храме по соседству. Малое Вознесение было учебной церковью, но там мальчики старших классов практиковались как регенты. Регенты, да. Все было отлажено. Какая жизнь была замечательная. Все было отлажено. Люди могли ходить на работу по переходу прямо, понимаете, то есть компактная жизнь. Все было продумано до мелочей, так сказать. Грегенты живут, работают, и все это функционирует. И синодальный хор поет в Успенском соборе Московского Кремля на всех важнейших мероприятиях. И в Церкви 12 апостолов, и в Патриаршем подворье, так сказать, и так далее. И в Благовещенском соборе, и в Ахангельском соборе. Да, да, да. И в крестных ходах вокруг всех соборов. Да, да, да. Все это было. Надо же. Невероятно. Но вы еще преподавали в Гнесинском училище даже какое-то время. Это было 88-89 год. Да. Ну, почему я там преподавал? Потому что я закончил это училище. И как бы отдавать дань, долги, ну, это, как бы, наверное, дело каждого человека. Не то, что я отдал сполна, но мне удалось там два года поработать. И как-то, ну, мне это очень немало дало. Вот очень интересно, что в какой-то момент у вас произошло интересное событие. Это, я так понимаю, в начале 2000-х годов. Вы переехали в Лондон. И у этого была какая-то предыстория, так сказать, связанная с владыкой Антонием Сурожским и так далее. Так сказать, вы некоторое время вы жили в Лондоне и руководили там хором. Давайте поговорим на эту тему. Потому что вот как вот московский регент, московский музыкант вдруг становится регентом лондонского хора? Ну, тут нужно, наверное, поставить некую черту. Черту, веху. Веху. Это мое крещение в ноябре 91-го года. Вот в этом году, в ноябре, вот уже исполнилось 30 лет, как я в церкви. Но путь, наверное, человека любой творческой профессии в храме, он не может в одночасье как бы случиться, что вот ты вот покрестился, почувствовал себя настолько уже подготовленным к тому, чтобы работать для церкви, там, все принимать. Было совсем не так. У меня были очень много таких вот шатаний внутренних, которые были связаны с тем, чему нас учили в консерватории и раньше, что мы видели вокруг. То есть церковь и музыка, церковь и хоровое пение, церковь и церковное пение. Это все требовало переосмысления. И вот я крестился. А спустя менее года я начал работать в Свято-Тихоновском православном богословском институте, куда в 92-93 году начал приезжать протерей Михаил Фортуната, который был регентом Успенского собора в Лондоне с 1964 года. Ну, это замечательный человек, известная личность, да. Это не просто замечательный человек, это человек в чем-то равный Василию Сергеевичу Орлову. Даже у нас произошел однажды такой курьезный разговор. Я видел, как отец Михаил работал с хором, и я увидел, что он использует тот прием, который приписывали Василию Сергеевичу Орлову русские критики московские. Вот они говорили, вот Орлов, исполнение того-то, того-то, того-то. Почему он именно так что-то делает, вот так делает? Об этом потом ученик Орлова написал, сам Васильевич Никольский, большую-большую статью, опубликованную в журнале «Хоровое Ригинское дело». за 1913 год, где он тоже очень подробно разбирает вот этот творческий метод, подход исполнительский и так далее, и так далее. И я отцу Михаилу говорю, «Батюшка, вы сейчас делаете так, как делал когда-то Орлов». Он так на меня посмотрел. Откуда вы знаете? Ну, вот я вот занимался Василием Сергеевичем Орловым, старался изучить все о нем. Ну, так это идет от практики. В этом месте нужно сделать какую-то вот такую вот опору, усилие. И я делаю это. Но я очень рад, что, оказывается, и Орлов делал тот же самый жест. То есть отца Михаила это очень как-то воодушевило и укрепило в правильности своей позиции, хотя ему уже 60 лет было. Он примерно вот был тогда, тех лет, в которых я сейчас. И вот отец Михаил приезжал ежегодно, два раза в год в Россию, работал с хором Свято-Тихоновского богословского института, ездил в Минск, ездил в Кострому, ездил еще куда-то, старался поделиться тем, чем он владел. А он владел ни больше, ни меньше традицией русского церковного пения. Непрерывавшейся традицией. Почему непрерывавшейся? Потому что люди, которые стали иммигрантами по неволе, никто же добровольно не поехал. Была война, была революция, и люди, спасаясь, они защищаясь, уходя из Крыма или через фронт Первой мировой войны, они оказывались за пределами России, и они первые, с чего начинали, они строили храм. Они собирали приход. И не обязательно священник. Просто люди знали, русские тогда, что без церкви, без храма жизнь не заладится. И вот, допустим, приспособив какую-то комнату под храм, какие-то иконы раздобыв, они обнаружили, что у них нет книг, у них нет нот, у них нет текстов. Я, например, помню, мне сказали такой факт. Курской иконы Божьей Матери, вот которая привозится сюда из Нью-Йорка, существовало 16 или 17 списков. Этот список самый легкий для передвижения, потому что отступали. Нужно было, ну, хоть что-то взять с большими ризами, серебряными, золотыми. Оставляли где-то, прятали или еще как-то поступали. Взяли самую маленькую. Маленькую. И вот в какой-то момент отец Михаил заговорил со мной о переезде в Лондон. И его, как бы, позиция была такая. Я старый, он про себя так говорил. Мне скоро 70 лет. Может так случиться, что я умру. Я хочу кому-то передать. Он, наверное, чувствовал какой-то интерес у меня к нему самому, к пению, к церкви. И вот так случилось, что он об этом рассказал митрополиту Антонию. И в 2000 году Владыка пригласил меня и отца Михаила, это в Лондоне было, и предложил приехать в Лондон в 2001 году. Я напомню телезрителям, которые могут немножко не знать или забыть, может быть, о том, что Владыка Антоний Сурожский служил в Лондоне. Это Московская патриархия, церковь Успения Пресвятой Богородицы. Вот мы ее видим здесь у нас как раз, чтобы было понятно, почему у нас такой задний план. Непонятный, необычный. Вы что-то говорили, кстати, об архитектуре этого храма. Давайте сделаем маленькое отступление. Два слова скажите. Что-то напоминающее итальянскую архитектуру, да? Да. Ну, во-первых, этот храм был построен изначально как англиканский. Если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, 1843, ну, 40-е годы. С 50-х годов, с 50-х годов 20-го века он стал русским. И стал русским так. Русский приход, московский, который уже вел иеромонах Антоний Блюм, искал помещение для богослужения. И англиканская церковь предоставила им это помещение за символическую плату в один шиллинг в год. Но в это время была очень интересная ситуация, которая продолжалась 30 лет. В начале 20-х годов русская и зарубежная церковь разделилась. Были последователи архиепископа Евлогия Георгиевского, были последователи митрополита Антония Киевского, Хараповицкого. Были последователи митрополита Платона, который в Америку уехал. Она была раздираема всякими противоречиями, каноническими, еще какими-то. В Лондоне с начала 20-х годов приход Успения Божьей Матери разделился на два. Одну субботу в воскресенье служил, допустим, тот приход, который подчинялся владыке Евлогию. Следующую субботу в воскресенье служил приход, подчинявшийся митрополиту Антонию. Причем последователи митрополита Антония переокропили храм внутри, как оскверненный московскими прихожанами, священниками. То есть такая вражда была самая настоящая. При этом у них был один базар рождественский, где продавались вещи, и доход шел и тем, и тем. Вот удивительно, и многие прихожане, или некоторые прихожане, часть прихожан, даже не знали, в какое воскресенье они идут, кому они идут, кто будет служить, московский или не московский. А служба-то была одинаковая. Служба одинаковая. Хор был один. Слушайте, хор был один. Какое-то время. Паразительно. Но все-таки элемент вражды был, существовал. Одни, в общем, не принимали других. Больше зарубежная церковь не принимала московскую. Вот так. Да, это известная история. А архитектура его необычная. Архитектура. И так, она построена в 40-е годы 19 века, а прототипом этого храма явился храм в Италии, если я не ошибаюсь, в Вероне. И это первое тысячелетие. Ну, и такая реплика итальянской архитектуры. В этот храм вводят экскурсии, вводят группы искусствоведов, группы архитекторов, чтобы они познакомились с чуть не единственным примером вот такого рода живописи или техники, которые есть в этом храме в Успенском. И вот вы, хормейстер, уже диссертант, написали книгу об Орлове. Преподавали в Гнесинке, а потом в православном институте. Вдруг едете в Лондон. Ваш первый приезд в Лондон и первое впечатление. Расскажите об этом. Не просто едете, а едете заниматься и руководить хором в приходе. Вот что интересно. Это такой довольно редкий случай в истории хорового пения, на мой взгляд. Мой певец случился в октябре 2001 года. Но первый раз я приехал по приглашению отца Михаила Фортуната, приехал в 1998 году. И приехал как специалист-хормейстер. То есть не специалист-регент. Да, я понимаю. А специалист-хормейстер, который может услышать, увидеть какие-то недостатки, недочеты в пении и помочь их исправить. Что-то подсказать. Да, что-то подсказать. В тот приезд я работал со всеми священниками, кто хотел показать свой голос, рассказать о каких-то своих нуждах. Потом я приехал в 1999 году, потом в 2000 и вот 2001. На самом деле я работал в Московской консерватории параллельно с Богословским институтом и как бы пришлось оставить эту всю работу, оставить семью. Семья приехала через год. А семья это жена и двое сыновей. И приехав, отец Михаил Фортунато мне сказал, когда я приехал, когда мы начали с ним заниматься, а заниматься требовалось, он сказал мне вещь, которая могла остановить кого угодно. Он сказал забудь, что ты музыкант. Вот так вот. Представляете? Так. И он начал, естественно, раскрывать смысл вот этого приговора. Очень сильные слова. То есть в церкви звучит музыка, звучит пение. Так. Я, ты, который учился пению, музыке в течение 20 лет, ты должен забыть, что ты то, чему ты учился. И отец Михаил, мне это очень подробно, не в этот вот момент, не в эту минуту, а он раскрывал смысл вот этих слов в течение 8 месяцев. В 8 месяцев он не допускал меня до хора. Вот так. В 98-м я приехал работать с хором, в 99-м работать, в 2000-м работать, и работал. Он сидел и слушал. А в 2001-м я приехал, и он сказал, ты ученик, ты должен из себя изжить музыкальное. Оно потом к тебе вернется, и ты поймешь правоту этих слов. Изжить музыкальное, а что получить? Церковное. Церковное. И вот сейчас, когда я прихожу к хору или занимаюсь какими-то учениками, студентами, я им говорю те же самые слова, что нужно пересмотреть свое музыкальное прошлое. что у тебя были ноты, у тебя были музыкальные фразы, у тебя был темп, у тебя была динамика, у тебя был исполнительский план, и так далее. Все, что является компонентами, элементами музыки, как таковой, как науки, как исполнительского искусства, как педагогического искусства, музыка, музыка, что в церкви ты должен подойти с совершенно других позиций. в церкви на первом месте стояло, стоит и должно стоять, надеюсь, и будет слово. И это все сочетается с тем, что вначале было слово, и слово было у Бога. И если ты хочешь стать церковным музыкантом, 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 регентом, певчим, псаломщиком, то ты должен вперед звука, вперед музыкальных явлений каких-то поставить слово. А музыка является как бы сопровождением этого слова, выражением этого слова, толкованием этого слова. То есть вот сейчас я, это уже для меня, меня нельзя сбить уже. Я встал твердо на ту платформу, на которую меня ставил отец Михаил и 8 месяцев держал. Я хочу прочитать вашу цитату. Мой лондонский учитель протерея Михаила Фортуната перенял традицию церковного пения у регента Лондонского Успенского собора Михаила Ивановича Феокритова. А Феокритов ученик Касторского, а Касторский ученик Римского Корсакова. А Римский Корсаков был помощником управляющего придворной певческой капеллы. Управляющими были Балакирев, Бортнянский и так далее. Вот такая преемственность. Поразительные слова. Вам, как автору книги о Бортнянском, все понятно, что от Бортнянского, неважно, сколько десятилетий до Римского Корсакова, пусть это там Львовы были, пусть был Бахметьев, не в этом дело, но если вот пытаться выяснить генеалогию, Римский Корсаков, у которого учился Касторский, в Пензе Касторский вел церковное пение, вел хор, занятия церковным пением, там учился Феокритов и с этим багажом он приехал в Москву, а в Москве царил Синодальный Хор, Касторский, Орлов, Смоленский, их ученики Данилин, Чесноков, Никольский, Рахманинов, хоть он ученик Смоленского по Московской консерватории, и Феокритов соединил Бортнянского, Березовского, Полторатского, Львовых, Бахметьева с Римским Корзаковым, с Касторским, и соединил это с москвичами, с Синодальным хором. А вот Римский Корзаков и Львов, это же капелла придворная. То есть, две генеральные линии развития русского церковного пения еще до Раскольного периода, там все называлось по-другому, они в Феокритове сошлись. Он это передал Фортунато, а значит Фортунато тем или иным образом, в полноте, не в полноте, передавал это мне. Огромное вам спасибо за такой поток необыкновенной интересной информации. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Евгений Святославович Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, музыкальный писатель, художественный руководитель детской православной хоровой студии Царевич, о котором мы еще поговорим. Всего вам самого доброго. Спасибо. До свидания.